Однажды четыре туриста заблудились, забредя за городом глухую чащу. Как-то у них вышло, что они остались без спичек. Было студено, погода испортилась. Наступил вечер, а никаких надежд, что бедолаги наконец выйдут в населенную местность, так и не забрежило. Неожиданно туристы наткнулись на заброшенную сторожку. В ней никто не обитал. Аварийного запаса для таких заблудших душ, как они, внутри не нашлось. Вся постройка, помещение в четыре угла, с единственной дверью и без окон. В центре стол, лавка и полки по стенам. Решили дождаться утра в сторожке. Там хотя бы ничего не падало с неба и ветер не дул. Пробовали устроиться на полу, на столе, на лавке, но вскоре поняли, что даже под крышей без огня замерзают намертво. Нужно было постоянно двигаться, чтобы согреться, но обстановка не располагала. Низги не видно, а тут громоздкие стол и лавка. Придумали бегать эстафетой. Встали четверо по четырем углам. Один по стеночке идет в соседний угол, толкает товарища. Тот тоже по стеночке к следующему и так далее. Всю ночь подобным образом промаялись они в кромешной тьме. Измучились, но не окоченели. А как только занялся рассвет, покинули неуютную стоянку и продолжили путь. И им повезло. Полудню из леса все-таки выбрались. Один из туристов впоследствии рассказал об этой ночи своему другу. Гордясь находчивостью, которую они проявили в сторожке. Ведь эстафета вдоль стен спасла им жизнь. Его друг выслушал историю, задумался, а потом сказал. Знаешь, вас не могло быть четверо. Первый идет ко второму во второй угол. Второй к третьему в третий. Третий к четвертому в четвертый. Но четвертый идет в пустой первый угол. Так как человек из него уже перебрался во второй. Сторожке должен был быть пятый. Рассказчик промолчал. Прикинул на пальцах. И внезапно побледнел. Продолжение следует...